вот они наши складочки здесь как видно уже получилось разбить складку до ровного самая острая это вот это и вот здесь вот бугорки здесь уже более-менее вот здесь тоже была острая разбилась сейчас потихоньку распрямляем чтобы я считаю что вот распрямил вот эти вещи я создам небольшое здесь напряжение чтобы металл пошел вверх то есть тут хочу развязать вот это все дело по пробивая вот эти вот бугры не хочу пока клеем пользоваться пока что вот пока что просто вот эти шишки и уступы вот эти вот разбивать на на а потом будет видно что дальше у нас по плану получится вчера мы только как говорится прекратались а сегодня полная дефектовка будет двери как есть неровности сколько у нас здесь здесь и здесь залож и вот залом небольшой но есть и вот это вот яма здесь плоскость двери пошла и возле ручки вот это видно вот так что в принципе половина двери повреждена вот видно не просто так все это происходило ладно будем работать деваться некуда надо делать вот он у нас залом был вот еще тут играется конечно ну была вмятинка приличная вот так вот по конту на жесткости ну скажем так на три с плюсом уже справился с ней самое главное чтоб она не тянула куда не надо все это не уводила а тут конечно еще все очень печально немножко так сказать большие шишкали позабил по загладил чуть вот точно так же как и вот здесь вот здесь и нижний кант поломан вот он видно да вот она нижней поломанный середина и вверх всего вот вот так некрасиво а все из-за того что здесь у нас находится жесткость труба я ее называю труба и вот она нам все тут наломала вот хотелось бы конечно все поставить на место ну во всяком случае по возможности по максимуму что удастся сделать будем делать а что не удастся не надо то на машины бить чтобы так сказать поскольку все понимают что законы физики еще ни один президент не отменил они как были так и есть то есть металл потянулся он будет лишним и его девать будет просто некуда ну вот так еще раз показываю вот это место на предыдущих видео кто внимательно смотрит так сказать анализирует здесь была такая приличная вмятина ну а здесь конечно на краю вот на этом здесь намного посерьезней кант проваленный причем с обоих сторон снизу даже чуть больше провалено сверху он как бы вот здесь выпить ился ну что делать будем будем делать продолжаем вот вот здесь вот как видно пришлось по конту тут немножко по-хамски потому что проваленный был и сверху и снизу отправить но уже более-менее начал подниматься бугорчик здесь еще вот этот залом надо пробить и вот здесь теперь поднять вот три куска 1 вот вот здесь потом 2 вот здесь самое большее как бы провал был и сейчас еще немножко есть и немножко вот здесь и в принципе уже более-менее подравнивается вот видно на видео как бы видео что самое интересное более утрированно показывает вот раз хочется прям вот так в экране в живую работать потому что гораздо лучше видно иногда иногда повторюсь вот таком экране лучше отражает чем показывает чем видно глазу ну и бывает естественно наоборот ну тут еще все печально я еще тут естественно ничего не делал я пытаюсь вот эту плоскость более-менее подровнять сейчас будем забивать и потом опять подниматься вот все ровно шутка снять конечно можно сказать что все выровняло все это так промежуточный этап подравниваем потихоньку подравниваем потихоньку тут еще конечно красота страшная сила еще конечно страшно некрасиво здесь но потихоньку потихоньку выводится понятно что такие вещи лучше делать вот под покраску как бы это попрет уменьшить зону ремонта чтобы небольшой переходе к небольшим пятном покрасить чтобы остался здесь какой-то запас постараться вычистить до родной краски как бы чтобы не шпаклевать здесь да можно постараться и сделать это в таких как бы ремонта более-менее чем можно так конечно еще скучно и скучно вот такие у нас дела кое-где уже ничего получается кое-где у нас порою кое-что набуху и не подумайте что хорошо одно вот здесь где усилитель а другое здесь где труба вот как раз и видно я специально снимаю потому что я своими видео не хвалюсь а показываю что те кто учатся на чужих ошибках я же говорю лучше учиться на чужих чем на своих что из этих вещей бывает то есть нормальный мастер за это не возьмется мне просто интересно что можно из этого наковырять вот я потихонечку и выдавливаю 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 мусолил мусолил уже без 28 надо закругляться сейчас лампе покажу хвалиться как бы нечем но итог так сказать посмотреть все равно надо имеется ввиду итог как бы промежуточный итог вот очень хорошо все видно вот это все еще надо выводить опять же трудность в том что доступ не ахти какой по любому как бы это разгладываю вот и опять же вот если взять здесь более плавное стало все хотя конечно вот провал небольшой провал здесь провал здесь то же самое ну там вот подальше получилось не сильный был залом на вот этой жесткости а здесь пока что пока что вот так ну ничего будет день будет пища все здесь надо разбивать и разбивать шишка яма шишка и так далее то есть тут надо пробивать пробивать чтобы так сказать осадить вот эти бугры еще надо и потом поднимать вот такая вот картина пока дальше будем снимать в общем на сегодня хорош видно вот эти две еще борозды довольно сильно но ничего раньше их было больше вот заломы все огромные на двери в общем по кругу вся дверь заломалась и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Промежуточный результат. Так сказать, для сравнения, что было, что стало. Вот уже потихоньку-потихоньку выходит. Вот тут ещё как бы надо убирать. Это видно, когда дверь открывали, гаханули. И она тут почти что от ручки. И вот она у нас идёт, 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 идёт. И вот здесь вот заканчивается. Видно, да? Даже вот где видно. Заломчик такой. Заломала, конечно, дверку серьёзно. Вот теперь ещё вот это, что осталось от залома. Оно и сюда пошло, и туда пошло. В общем, бедная дверь. Её всё попереломало. Вот мы видим, вот так. Здесь залома, и она сюда пошёл. Сейчас я сниму остатки здесь. Здесь тоже ещё осталось. Ну, уже почти подвыправилась. Вот видно, да? Вот она, как было. Вот она, тень скачет у нас. Ну, уже... Это остатки. Вот здесь ещё кое-где я перепробил, но ничего. Здесь уже тоже боль-мень начинает плавно-плавно, очень медленно устаканиваться. Как-то становиться. Ну, вот такая вот некрасивая вещь и остается. Ну, это пока. Дальше мы их чуть подгладим. Что делать? Трудная работа, но... На трудном хоть чему-то научишься. А ковырять градинки и небольшие вмятинки уже, как бы, неинтересно, а не получаются. А тут, как бы, когда работу берёшь и знаешь, что работа очень сложная и тебе не по плечу, вот тогда стараешься её сделать. Есть интерес. Ну, ладно, продолжаем. Вот, как говорится, промежуточный результат. Ещё тут убивать и убивать. Блин, с шишками лезет, вот, и лезет. Ну, ничего, хоть потихоньку-потихоньку. Чуть подравнивается. Вот этот шишак ещё надо убивать. Очень тяжко. Но... Деваться некуда. Надо делать. Продолжаем дальше разбор полётов. Вот, как мы видим, здесь вот, как меху гармошки, вот складки идут. Вот они, вот они, вот они. И вот здесь. Теперь я поставил лампу поперёк. И вот, видно вам, да? Вот эти все вещи надо пробивать, поскольку они нам не дают вот, приподнять плоскость вот так. Она пружинит, зажата. Поэтому все вот эти вот вещи придётся пробивать. Понятно, что вот эта вот красота так и останется. Вот всё пожеванное. Но, тем не менее, плавно-плавно уменьшается. Вот эту... Вот эти вот складки все надо сейчас поубить. Как я это говорю. Попробивать. И даже вот здесь вот на этих то же самое, более плавно. Вот нажимаешь, она играет. А здесь зажата. Значит, вот здесь надо подпробить, чтобы она подравнялась. Чтобы уже легче выталкивать. И вот эти все шишечки тоже попритопить. Потом разворачиваем в другую плоскость и оттуда. И плавно-плавно вот так вот эти вот складочки все будут разглажены. Тогда можно уже толкать металл. Понемножку подпробил я это все делал. Вот. Внизу так как бы подыжевал. Здесь тоже вот пробил чуть. И вот начал уже вычищать. Ну, вот разница видна, да? Вот. и вот. Начало вот видно здесь и вот здесь, да? Здесь помарка, конечно, по лаку. Как раз в этом месте начинался залом. Ну, вот здесь вот видно, что уже как бы подравнивается. То есть, вот видны ямки, а здесь уже они завуалированы. Здесь еще надо пробивать тоже вот здесь. здесь и здесь. И поднимать, пробивать, поднимать, пробивать, поднимать. Ну, и так далее. И так с утра и до вечера. Вот такая вот песня. Да, крючочек уже в данном случае вот такой вот острый. вот, я им ковырякал. И потихоньку все это, как мы видим, поднимается. Очередной этап работы. Видно, что здесь здесь уже более-менее проредилась. Теперь надо чуть вот здесь поднять. Очень хорошо видно полосу прочерченную. И здесь видно, что вот отсюда она более явная, здесь она более-менее уже, ну, так, менее заметна, скажем так. Сейчас попытаемся вот здесь немножечко подняться, развернуться. Почему? Потому что здесь вот тоже еще огрехи в начале видны. Ну, уже более-менее как бы в общем, если на деталь смотришь, вот эта часть уже в глаза так не бросается. очередной. Продолжаем работу. Экап, дефектовочка. Вот это верхний наш рубец. И нижний засвеченный. Ну, тут еще все плохо. Тут еще все надо колотить, колотить, вот колотчу-колотчу, никак не позабиваю эти шишки. Уже честно говоря удивляет, сколько много нагрузок выдерживает лак. Уже бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил, но уже я не знаю. Вот. Ну, как бы пока все держится. пока что еще вот скучно, но чуть-по-чуть как бы выходит. Вот сейчас надо пробивать все вот это лишнее, что надавлено или надергано. Сейчас попытаюсь снять. Не всегда это получается. вот вот это зона ремонта внизу, да? А вот она верхняя часть снизит камеру вот то ли сбоку. Ну, вот еще видно. Тут еще надо пробиваться. Пробивать и пробивать. Так, а если попробовать только в теплом, что получится. Что получится. Так, это у нас низ. А вот она сверху. в принципе, да, вот. Видно, да? Тут еще такие желоба, которые надо ремонтировать. то есть пробивать и поднимать. Ну, а снизу, конечно, я же говорю, еще грустно. Еще грустно. Ну, ничего. Продолжаем. Я не снимаю эту рутинную работу, которая как бы никому не интересна. Я снимаю, так сказать, этапами, этапами, чтобы было понятно, что делается. Вот. И что надо делать. запись стучания молотка, ковыряние крючком, это как бы я не вижу смысла тратить время и свое, и ваше. Вот. Смотрим, что получается у нас. Вот это нижний рубец тут, а вот он у нас верхняя часть. как же бы снять, чтобы ее видно было. Ну, да. Вот, хорошо, низ виден, да? А вверх вот он у нас. елкин сад. Как же шею так вот снять бы. низ снимает хорошо, а нам не низ, а верх нужен. Вот она, верхняя часть. вот, скажем так, я вот столько потихонечку, потихонечку продавливал, выдавливал, выталкивал, забивал, а вот еще неспокойная все тут канава еще вот она как бы прерывистая, но еще вот видна она канава. вот мы видим. уже, скажем так, сейчас я отведу в сторону, где-то вот столько, даже больше, вот досюда, сантиметров 18, уже более-менее чисто. Еще чуть больше надо сантиметров 25 доделывать, ничего, все нормально будет, будем делать дальше. Ну вот, уже по 8 подустал я уже сегодня. Вот такая вот картина маслом. Ничего не видно. Сейчас выключу подсолнечку. Ну вот, тут еще вот, вот он залом, вот он залом есть. Вот он виден. Сейчас, Жень! чего удалось добиться за сегодня. Разрезать более-менее узлы тут. все конечно все скучно, но уже просвет как бы виден. Вот. И так вот более-менее что-то вырисовывается. В лампе конечно скучновато, но уже так сильно в глаза не бросается. Но неровности еще прилично. Но уже уже как бы под покраску можно сказать пойдет. Вот они наши складочки. Здесь вот как видно уже получилось разбить складку до ровного. Самая острая это вот это и вот здесь бугорки. А здесь уже более-менее вот здесь тоже было острая разбилась. Сейчас потихоньку распрямляем, чтобы я считаю, что распрямив вот эти вещи, я создам небольшое здесь напряжение, чтобы металл пошел вверх. То есть хочу развязать вот это все дело, попробивая вот эти вот бугры. Не хочу пока клеем пользоваться, пока что. Вот. Пока что просто вот эти шишки и уступы вот эти вот разбивать на нас. А потом будет видно, что дальше у нас по плану получится. в лампе. Где чего дальше делать. Вот. крестиками нуликами отмечаем все, что где надо еще дорабатывать. Ну, как-то так. лампе лампo лампо подберем лампо лампо